Меня зовут Илья Космодемьянский, я работаю в компании Data E-Grid. Мы занимаемся консалтингом поддержкой Postgres, и поэтому наш сегодняшний разговор будет про один из краеугольных камней, важных для работы с любыми базами данных, а именно про особенности устройства операционной системы, на которой эта штука работает. В нашем случае это Linux. Сейчас, не вдаваясь в глубокие холиоры, я немножко расскажу, почему именно Linux. И мы будем говорить не просто о том, как оно устроено, хотя, конечно, мы туда будем постоянно заглядывать, а еще и говорить в таком жанре новостей. Что нового интересного произошло, почему сейчас все не так, как было пару лет назад. Итак, я прошу прощения, что слайды на английском, говорить я буду по-русски, но, соответственно, только предлоги останется перевести, потому что в нашем деле все обычно очень англифицировано, потому что изменения происходят настолько быстро, что не все успевает попасть в язык. Во-первых, почему этот доклад, почему он важен, с моей точки зрения. Linux сейчас самая важная, самая основная операционная система для баз данных. То есть, да, в интерпрайзе по-прежнему применяются там Solaris и где-то там даже HPX. По-прежнему достаточно большой кусок занимает Microsoft, что является там отдельной историей, потому что это вообще не Unix-подобная система, там все по-другому. Но там, поскольку мы много и все больше используем опытсорсных баз данных, Linux уверенно завоевывает позиции, как такая главная операционная система для баз данных. Почему ввод-вывод, почему вообще все это? Быстрый ввод-вывод – это самая критичная вещь для администраторов баз данных. Я думал, вопрос. Потому что, ну, все знают, в CPU можно, конечно, упереться, особенно раньше это было на машинах без большого количества CPU довольно критичная вещь. в память, памяти тоже можно много достаточно поставить. Но вот вывод – это такая вещь, которая способна изгодить все. То есть, если у вас плохо с дисками, если у вас слишком много вывода-вывода, то ваша база данных будет стонать, и это будет боттленеком. Проблема начинается в следующем, что для того, чтобы у вас все хорошо заработало, вам нужно настроить все, не только базу данных. Даже Oracle, который очень высокоуровневый, сам практически местами представляет собой такую операционную систему, вот если вы посмотрите его installation guide, там написано, там такие параметры ядра поменять, такие параметры поядрать, поменять. Unbreakable kernel, он, в принципе, уже там много чего включает. По дефолту в него зашитого на Oracle-овых линуксах. Если мы двигаемся от энтерпрайзных баз данных типа Oracle в сторону Postgres MSQL, то там уже этих изменений надо делать еще больше, потому что все эти технологии, они опираются на операционную систему, на ее механизмы. То есть DBA, который работает с Postgres или с MSQL, или с современными какими-нибудь новой SQL, он в любом случае должен быть таким Linux Operation Engineer и крутить разные гайки операционной системы. Проблема наступает какая? Проблема наступает в том, что когда мы хотим разобраться с настройками ядра, нас посылают дружно читать LWN, несмотря на то, что ресурс совершенно гениальный, очень крутой, и там много всякой полезной информации, он написан разработчиками ядра для разработчиков ядра. Ну, как бы так он устроен. Что лучше всего умеют писать разработчики ядра? Естественно, ядро, а не статьи про то, как это ядро использовать. Поэтому я и попробую вам это объяснить немножко подробнее. И да, вот эта вся штука, она многократно усложняется тем, что последнее время как девелопмент ядра Linux пошел быстро, так, собственно говоря, и переработка EOS-тека пошла быстро, потому что это была долгое время такая штука, которая где-то там сзади отставала. Значит, сначала мы поговорим на примере Postgres, поскольку все мы любим Postgres, про то, как вообще база данных взаимодействует с вводом-выводом. Не знаю, кто работает с MySQL? А кто работает с Postgres? Это хорошо. А с Oracle? Отлично. Значит, я тогда буду рассказывая о Postgres, немножко деталей добавлять о том, как с этим делом работают другие базы данных. Мы немножко по этому делу пройдемся, потом рассмотрим Linux стек ввода-вывода, и потом поговорим о том, что же нового, что же хорошего. Значит, смотрите. Typical database. В данной ситуации можно легко догадаться, что мы говорим о PostgresQL, потому что тут буферизованный ввод-вывод. Она имеет следующие вещи. Она имеет шареную память, которая менеджится в юзер-спейсе с точки зрения операционной системы, и имеет фактически то же самое, такой же кусок кэша в кэше ядра, в kernel-спейсе. И, соответственно, основная задача современной базы данных это странички с диска поднимать в память, и когда у нас произошло какое-то изменение, помечать эти странички как грязные, записывать в рейте-хедлог, и после этого синхронизировать память, чтобы она была консистентна диску. В ситуации с Postgres это постоянно путешествует туда-сюда из шареной памяти, которая менеджится с Postgres, в пейдж-кэш ядра и далее на диск через весь-весь-весь линуксовый стэк. С той или иной разницей, если вы используете базу данных на файловой системе, она у вас будет так работать более-менее с любой Unix-подобной системой и с любой базой данных. То есть если вы используете Oracle ASM, у вас будет немножко другая история, Oracle сам будет взаимодействовать с диском. Но в принципе принцип такой же. Может быть с Direct.io, может быть с Pesh-кэшом, но задача как можно быстрее прососать вот эти странички через весь стэк ввода-вывода, каким бы он ни был. И вот на этом месте проблемы могут возникнуть практически на каждом этапе. Пока у нас все read-only, у нас проблем нет. Мы прочитали, если у нас достаточно памяти, весь датасет, который нам нужно читать, вмещается в оперативную память. Мы его подняли, у нас все в памяти, все работает, все хорошо. То, что у нас при этом в случае Postgres'а в buffer кэше лежит там то же самое, нас не очень волнует. Проблемы начинаются, когда нам это все нужно записать. Потому что когда нам это нужно записать, нам сильно большее количество памяти уже нужно туда-сюда гонять. И, соответственно, нам надо настроить там Postgres или там MySQL, чтобы с шариной памяти это все хорошо поехало на диск. Но там в случае, например, с Postgres'ом, нам надо еще хорошо настроить бэкграундное списывание грязных страниц в Linux'е, чтобы оно дальше ехало на диск. Это одна сторона проблем с вводом-выводом. То есть синхронизация вот этого самого кэша. Вторая сторона, с которой тоже часто сталкивается DBA, это затык записи, собственно говоря, в рейтах AdLog'а. Когда у нас настолько мощная нагрузка, что даже последовательно записываемый журнал упирается в диск. И в этой ситуации тоже его надо записать быстро. И фактически она мало чем отличается от ситуации синхронизации кэша. С той такой разницей, что там меньше приспособлений для этого. То есть в Postgres'е мы работаем с большим количеством шаренных буферов. В базе есть механизмы, как эффективнее это списывать на диск. А в рейтах AdLog'а он и без этого до предела оптимизирован. И вот здесь у нас возникает задача, что единственное, что мы можем в общем-то сделать, чтобы сам лог писался эффективно, это только поменять настройки Linux'а, чтобы он эффективнее писал. Основные особенности вот этого баз данного workload'а. Вот сегмент шареной памяти может быть очень большой. То есть когда я начинал об этом рассказывать на конференциях в 2012 году, я говорил, ну сейчас память стала дешевая, даже встречаются сервера с 32 гигами оперативной памяти. Ну сейчас это как бы уже, сейчас ноутбуки встречаются с таким количеством оперативной памяти, и даже больше. То есть в серверах сейчас все больше и больше встречается там 128, 256 и туда дальше. Во-первых, это действительно много памяти, то есть даже банально, если мы это будем писать, это просто занимает время, ресурсы и так далее. Во-вторых, технологии, которые мы для этого используем, они очень консервативные. База данных, они старые, их давно разрабатывают, они потихоньку эволюционируют, и в них механизмы не то, что прямо вот по последнему слову техники. Соответственно, когда мы синхронизируем вот эти все кэши, у нас возникает очень большой вывод-вывод. И дальше возникает еще одна проблема, что мы не можем что-то покрутить, посмотреть на эффект. То есть мы покрутили какие-то параметры в Postgres, настроили чекпоинты, эффекты не увидели. То есть мы не можем сделать так вот степ-бай-степ, как ученых принято делать. Там покрутили, понаблюдали эффект, и дальше покрутили. Мы вынуждены настраивать сразу весь стек, и это приносит там свои дополнительные сложности. Что в случае Postgres генерить большинство ИО? Это чекпоинты. То есть, я не знаю, из тех, кто работает с Postgres, кто сталкивался с тем, что называется чекпоинт-спайкс, когда у вас такая пила на графиках, периодически. Ну вот, в принципе, как бы раньше очень много людей об этом поднимало руки, сейчас, в принципе, есть как бы маниулы, как это чинить стало как-то попроще, и плюс тому еще и SSD стали сильно спасать, конечно, картину. Но, в принципе, как бы у Postgres редко что-то упирается непосредственно в запись вала, упирается вот в эту синхронизацию, когда происходит чекпоинт, и вызывается ifsync, и происходит как бы наезжание одного чекпоинта на другой. Слишком много ввода-вывода, один чекпоинт еще не закончился, не сделал все свои ifsynки, которые ему нужны, и начался другой чекпоинт, и началось. У Postgres есть еще такая уникальная фишка, как автовакуум, который, в принципе, как бы такая многолетняя история подставления костылей под ту архитектуру, которая была сделана, честно скажем. И, в принципе, если у вас автовакуум не справляется, вы обычно настраиваете его, чтобы он работал агрессивно. То есть у вас было много воркеров автовакуума, он по чуть-чуть срабатывал часто, обрабатывал таблицы быстро, и, соответственно, не мешал остальным вещам, потому что иначе у вас будут проблемы с DDL, у вас будут проблемы с блокировками. Но когда автовакуум настроен вот так вот агрессивно, он у вас начинает как бы жевать ИО. И вот эта вот вся радость, она еще, например, если накладывается с чекпоинтами, у вас большую часть времени диски утилизованы на почти 100%, и это все источник проблем. Как ни странно, бывает такая проблема, как кэш-рефью, она обычно меньше известна ДБА, ну, как бы типичный пример, это вот у вас база данных стартовала, и какое-то время все очень печально тормозит. Поэтому даже если у вас огромное количество оперативки, нужно хорошие диски иметь, чтобы стэк обеспечивал прогрев этого кэша. Но на самом деле на перформанс эта штука имеет довольно серьезный эффект даже не после рестарта базы данных, а когда у вас, например, прошел чекпоинт, большое количество страниц было запачкано там во всей базе, они были сдамплены на диск, потому что нужно их синхронизовать, а потом ваши запросы запрашивают новую версию этой самой странички с диска, и у вас база начинает проседать. И вы можете на графиках видеть, что у вас кэш-рефью после каждого чекпоинта вносит тоже какой-то там процент в нагрузку. И самая неприятная вещь во вводе-выводе касательно постгресса, да и разных других баз данных, это так называемый worker.io. То есть такая вещь, которая там в Oracle это проще несколько, в постгрессе может быть проблемой, когда у вас worker, каждый worker, в который вы обращаетесь с запросом, начинает генерить свое.io, например, потому что у него больше не хватает кэша для того, чтобы прососать новые страницы с диска. То есть у вас все шареные баферы, они все попачканы, чекпоинта еще не было, например, такая ситуация. И worker для того, чтобы выполнить простейший селект, нужно сначала взять откуда-то кэш, и для этого ему сначала нужно сдампить это все дело на диск. И у вас worker, а не специализированный процесс чекпоинта, начинает выполнять fsync, чтобы немножко себе освободить место, и чтобы оно могло быть заполнено чем-то новым. Тут возникает еще большая проблема, что worker, собственно говоря, не специализированная вещь, и весь процесс вообще никак не оптимизирован. Здесь мы можем что-то на уровне Linux где-то соптимизировать, но в общем в постгрессе это чисто аварийная мера, как слив-перелив на ванне. То есть он не предназначен для того, чтобы что-то там сливать, он для другого. Значит, смотрите, какую задачу мы решаем, когда что-то тюнем? Как максимализовать вот это вот путешествие, поток грязных страниц между диском и памятью? И задействованы диски, память, CPU, iOS schedulers, файловой системы и настройки самой базы данных. И часто бывает так, что эти вещи, они не прямо вот касаются диска. То есть вы можете видеть какие-то проблемы, но типичный случай, вы смотрите load average очень большой, потому что, например, там кто-то ждет диска, и все остальные процессы тоже ждут этот процесс. И начинается как бы… Нет явной вроде утилизации дисков по записи, просто что-то там заблочилось, например, а как бы проблема все равно с вводом-выводом. Сейчас мы пройдемся по этому стеку и посмотрим, что мы с этим можем делать и что нового хорошего в Linux изобрели, чтобы это работало лучше. Смотрите, как исторически сложилось. Вот в принципе никто не занимался оптимизацией много каких из этих стадий, перехода с одной стадии на другую, там latency задержек, потому что диски долгие годы были страшно медленные. То есть не имело смысла заниматься какой-то супер оптимизацией, там F-синка, тому подобными вещами, потому что у вас вращающийся диск, по которому как по громпластинке ездят головки. И вот этот вот сик, он был настолько длинный, что какие-то проблемы не всплывали. Ну, как бы если работаете с базами данных, вы знаете, да, база данных не настроена, топ запросов смотреть бесполезно, потому что вы настроите там достаточное количество шареной памяти того-сего пятого-десятого, у вас будет новый топ запросов, надо будет заново его настраивать. Вот та же самая история. Так, по-моему, отключился микрофон. А, снова включился микрофон. И весь стэк там Linux, в том числе, он тоже был из этого расчета сделан. Значит, смотрите, в принципе, максимизировать вот этот вот поток страничек через весь стэк до определенного этапа было очень просто. Мы придумали там сделать вспомогательный процесс бага-райтер в Postgres, чтобы он разгружал чекпоинтер, оно там стало чуть более параллельным, можно еще, наверное, добавить параллелизма. А вот история, как минимизировать вот эту самую латенси, чтобы у нас там в итоге это приписывалось, это такая задача последней мили. То есть нам уже нужны какие-то супертехнологии, и этими супертехнологиями стали на самом деле SSD. Это вещь, которая просто попала в этот мир и резко дропнула вот эту латенси. И на всех остальных этапах стэка стала вылезать куча разных проблем, которые нужно было теперь решать. И это было как бы и со стороны и производителей баз данных, и со стороны производителей Linux. В промежутке мы были вынуждены заниматься какими-то такими странными расставлениями подпорок, то есть как жить с текущей инфраструктурой Linux, но уже с новыми дисками. И было совершенно нетрудно догадаться, что когда мы смотрели какие-нибудь перформанс-тесты от производителя, было очень много разных всяких иопсов, базе данных сильно лучше не становилось, потому что база данных, она в общем не только и не столько про иопсы. То есть очень часто бывает как? Мы можем 50 тысяч иопсов в секунду пропустить, и в принципе это, наверное, хорошо. Но если мы не знаем latency, не знаем распределение latency, не знаем, что latency равномерная, мы вообще ничего не можем сказать о перформансе вообще. Потому что вот в какой-то момент наша база данных начнет делать чекпоинт, и в этот момент ровно latency скакнет. Долгое время это было большой проблемой производить, да и сейчас есть производительности на виртуалках для баз данных, потому что virtual.io ему свойственна вот эта вот неравномерность latency, и это влекло проблему. Значит, смотрите, вот это линуксовый стек ввода-вывода. Мне тут не очень удобно показывать указкой, поэтому я буду словами говорить. У нас есть юзер-спейс, то есть та память, которая там менеджится базой данных самой. И мы в нашей базе данных как-то настроили так, чтобы это все было хорошо. В этом можно там отдельный доклад и даже больше делать. Дальше оно все неизбежно там либо через пэш-кейдж, либо через интерфейс директ.io попадает в так называемый блок-инпут-аутпут слой. Что это такое? Ну, представьте себе, вот у нас есть там интерфейс файл и система, через него съезжают вот эти вот наши странички, которые у нас были в buffer кэше, изначально как они там были в базе данных. То есть такие блоки. Вот этот вот блок.io слой, он занимается чем? Ну, есть сишная структура, блок в ядре описывающая, которая берет эти блоки и собирает из них такие вектора, массивы реквестов. Реквестов на ввод или на вывод. И, соответственно, вот на вот этом био-слое, дальше под ним находится так называемый слой реквестов. На этом вот слое, соответственно, собираются вектора, как они туда поедут. И долгое время все вот это вот хозяйство, два этих слоя в линуксе, они были заточены на то, чтобы эффективно писать на магнитные диски. То есть нужно было совершить такой переход. У нас есть блоки, которые удобно менеджить базе данных странички, и нам нужно эти блоки собрать в такие вот вектора, которые удобно записать на диск, желательно там с наименьшим сиком, чтобы они где-то рядом лежали. И для того, чтобы это эффективно работало, придумали так называемые элеваторы или шедулеры I.O. Чем они преимущественно занимались? Они занимались тем, что они брали эти вектора и мерджили, сортировали их каким-то образом, чтобы в блочный драйвер, то есть в драйвер SD, в драйвер скази дисков, приехали вот эти вот ему там в удобном порядке расположенные блоки, которые надо записать. А драйвер, в свою очередь, производил как такую там трансляцию из блоков в свои там сектора и, соответственно, писал это все на диск. И, соответственно, проблема была в том, что нужно было делать несколько вот этих транзишенов, и на каждом транзишене нужно было, соответственно, свою логику, как это оптимальнее сделать, имплементировать. До того, как было 2.6 ядро, был так называемый лайнус элеватор. Это был самый такой простой, примитивный IOS scheduler, и написан он был, сами догадаетесь, кем. Поэтому, естественно, долгое время он считался абсолютно незыблемым таким и очень хорошим. Но по мере того, как только один человек оставался, который считал, что он хорошим, люди начали новое всякое разрабатывать. И он имел много проблем, потому что, ну, фактически он мерджил и сортил в зависимости от того, как эффективнее записать. Это, естественно, в случае с rotating disk, с вращающимися механическими дисками приводило к тому, что возникала такая ситуация starvation. То есть, если у нас есть диск, чтобы на него эффективно записать, его нужно повернуть так. А теперь нам внезапно нужно с него одновременно эффективно прочитать, а он уже так повернут. И, соответственно, читается такой штуке плохо. То есть постепенно стало понятно, что это очень неэффективная вещь, и нужно что-то с этим делать. И поэтому, начиная с ядра 2.6, стали появляться такие разнообразные зоопарки шедулеров, предназначенных для разных задач. Тут возникает некая путаница, я поэтому заранее скажу, что очень многие путают эти шедулеры с шедулером операционной системы, потому что у них похожие названия. То есть, cfq — это complete fair queuing, то есть это не то же самое, что шедулер операционной системы, просто называется похоже. и он был придуман как такой универсальный. Что такое как бы универсальный шедулер? Вот вы работаете с базами данных. Кто считает, что у него ворклоуд какой-то такой усредненный? А кто считает, что у него там уникальный, высоконагруженный какой-нибудь? Все стесняются просто. Смысл в том, что на самом деле очень плохо с универсальностью у баз данных. То есть на самом деле универсальный ворклоуд, который мы можем себе представить, это обычно десктоп, ноутбук. То есть там черт знает, что происходит, то мы музыку слушаем, то мы текст ворде набираем, то еще что-нибудь в этом роде. И для этих вещей как раз вот эти универсальные шедулеры и писались. То есть у них основная задача какая? Что мы делаем для каждого, в случае Linux, для каждого виртуального терминала, для каждого процесса мы делаем свою очередь запросов. И соответственно, когда мы хотим, не знаю, там послушать музыку в каком-нибудь аудиопроигрывателе, вот вводом-выводом для этого аудиопроигрывателя занимается вот эта вот очередь. Если мы хотим там забэкапить, не знаю, что-нибудь с помощью команды CP, этим занимается там что-то еще. Какая здесь проблема возникает в случае с базами данных? База данных, как правило, это какой-то процесс, который стартовал, от него что-то отфоркалось, или там параллельные процессы возникли. В общем, короче, эта штука всегда заканчивает в одной и той же очереди ввода-вывода. Потому что это одно и то же приложение, один и тот же родительский процесс, он как бы туда цепляется. Соответственно, для каких-то очень небольших ворклоудов баз данных такой шедулер подходил, а так он как бы был абсолютно бессмысленным. То есть его было проще, грубо говоря, выключить или не использовать, если это возможно. Постепенно появилась такая штука, как Deadline-шедулер. Ну, как бы немножко более хитрая вещь, но опять же базово это все равно тот же самый merging-консортинг для вращающихся дисков. То есть мы с учетом того, как у нас устроена конкретная дисковая подсистема, мы собираем вот эти вот векторы блоков, чтобы их оптимальным способом записать. У него было меньше проблем с starvation, но они все равно там были. И поэтому к началу третьих ядер Linux стала появляться такая штука, как noob, хотя, наверное, noob правильнее, или none. И вот эта вещь, она, как выяснилось, гораздо лучше работала с SSD-шниками, которые тогда уже вовсю появлялись. И базовая идея была такая, что включая scheduler noob, мы фактически scheduler отключаем. У нас нет вот этого вот сортировок, мерджинга и тому подобных вещей, которыми занимались EFQ и Deadline. Почему это стало лучше работать с SSD-шниками? Потому что SSD-шник от природы параллельный. То есть у него есть ячейки памяти, соответственно, чем больше мы этих элементов напихаем на одной PCIe плате, грубо говоря, тем у нас эта штука будет работать лучше и эффективнее. А дальше мы выясняем, что у нас делает, соответственно, наш scheduler. А scheduler у нас, соответственно, из каких-то совершенно своих потусторонних, с точки зрения SSD, соображений, собирает какие-то вектора и куда-то их посылает. И фактически это все заканчивается такой воронкой. То есть мы убиваем этим самым параллелизм SSD-шников. Мы не используем их на полную катушку. Поэтому просто это отключить, чтобы эти вектора ехали как попало, без всякой сортировки, срабатывало в результате лучше с точки зрения производительности. И поэтому народ любил говорить, что у нас на SSD-шнике лучше всего идут какие-то там random read'ы, random write'ы и так далее. Просто потому что он для такой задачи не был приспособлен. Тем не менее, начиная с 3.13 ядра, по-моему, немножко раньше был прототип, который тогда было можно замерджить, но в 3.13 это впервые было замерджено уже как такой scheduler в ядре, появилась такая штука под названием bulk.mq. И его, в общем, на самом деле сложно называть scheduler. Это фактически замена вот этому request-layer в ядре. То есть архитектурно это вещь, которая совершенно как бы стоит отдельно. То есть он начинался как scheduler, и потихоньку, полигоньку это привело к очень серьезной переработке всего линуксового стека ввода-вывода. Какая идея? Идея такая, давайте мы использовать для ввода-вывода, будем нативную возможность SSD делать эффективный параллелизм. Это, собственно говоря, и произошло. То есть там в зависимости от того, сколько мы параллельных потоков ввода-вывода можем использовать, у нас есть, соответственно, очереди, очереди честные, и, соответственно, мы через эти очереди просто пишем sys на наши SSD-шники. И, в принципе, считай, что для каждой CPU это как бы своя очередь для записи. В настоящий момент эта штука активно очень развивается, работает, и сейчас, в принципе, нет причин не использовать это дело. То есть в современных четыре с большими цифрами ядрах от балл к МКу выигрыш не на десятки процентов, может быть достаточно большим. То есть ощутимый. Это не то, что 5-10 процентов, это больше. И сейчас мы, в принципе, считаем, что это, наверное, лучшая опция для работы с SSD-шниками. Надо понимать, что в нынешнем виде балл к МКу – это вещь напрямую завязанная на так называемый NVMe драйвер Linux. Есть не только драйвер для Linux, есть, например, там Microsoft-овский драйвер, но вот именно вот эта вот идея сделать балл к МКу и NVMe драйвер – это вот та самая переработка стека Linux, от которой базы данных очень здорово выиграли. Это был консорциум, и сейчас он есть, из нескольких компаний, которые, собравшись вместе, решили сделать вот эту спецификацию, этот самый протокол. Сейчас уже как бы он в продакшн-версии отлично работает для локальных PCI и SSD-шников, но, в принципе, практически готова история для дисковых массивов, подключаемых по оптике, чтобы эта технология работала и с ними. Давайте мы в нее немножко больше погрузимся, чтобы понять, что это такое. Опять же, как бы спецификация NVMe, она очень большая, и поэтому как бы все подробности мы сейчас не рассмотрим, мы только пробежимся по ним. Значит, старый подход к элеваторам. Вот у нас есть CPU, есть его Q, мы, соответственно, как-то идем на диски. Более какие-то продвинутые элеваторы, они работали так. У нас есть там несколько CPU, есть несколько очередей, и каким-то образом, например, в зависимости от того, от какого родительского процесса отпочковались вот эти наши воркеры, там базы данных, там чекпоинтер какой-нибудь, вот оно идет в какие-то очереди и там попадает на диски. Соответственно, bulk MQ – это абсолютно новый подход, когда фактически каждая CPU, каждая там Numa-зона, будем точными, она, соответственно, засовывает свой вывод в свою очередь. И дальше оно попадает на диски, неважно как подключенными, потому что как бы драйвер новый, там нет SD-драйвера, который там оперирует даже с SSD-шниками, понятием цилиндров, блоков и так далее. Собственно говоря, на самом деле был переходный такой период, если кто-нибудь обращал внимание, в какой-то момент все вендоры рейд-массивов стали продавать такие аддоны, которые позволяли обходить кэш-рейда. То есть напрямую писать, если у вас подключены SSD-шники, прямо вот туда вот напрямую можно было писать. Фактически они то же самое делали, они отключали применение SD-драйвера для своих продуктов. Значит, как выглядит новый стэк в новом виде? В принципе, сверху там осталось все то же самое. То есть базы данных, например, довольно сильно отстают от реализации этого дела, ну потому что как бы это вот сейчас происходит на наших глазах. Вот вывод от базы данных точно так же, как раньше попадает в блок IOS слой. И там, соответственно, есть этот самый вот bulk MQ, который заменяет на самом деле реквест слой, он не заменяет шедулер. Когда вот было ядро 3.13, как бы это было примерно все. Но в современных ядрах стали делать новые подходы, новые технологии. Стали появляться специальные шедулеры для bulk MQ, которые на более развесистый параллелизм рассчитаны. Из двух, которые сейчас в современных четвертых ядрах Linux считаются зрелыми, это так называемый кибер и бейс. BFQ, а ее скедулер, которые вот рассчитаны на работу с параллелизмом и с bulk MQ. Чем они отличаются? BFQ это такой как бы аналог CFQ. Они абсолютно не похожи, хотя один из другого как бы вырос. Основная идея это такой шедулер со сложной математикой, как сделать хорошо. B это баджет. И идея такая, что каждое приложение, каждый процесс, то есть не то, что там отпочковавшееся от этого родительского процесса, а вот каждая в зависимости от того, какое оно его генерит, оно имеет некую квоту на его. И согласно этой квоте, согласно этому бюджету, оно соответственно вот имеет такую полосу, мы в нее пишем. Насколько хорошо эта штука работает, вопрос как бы сложный. Если кто интересуется, есть там масса статей с огромным количеством математики, лежащей в основе этого дела, которое можно почитать. В принципе, альтернативно был сделан вот этот самый кибер, который представляет собой все то же самое, только с оторванной математикой. То есть у него как бы очень небольшой шедулер по количеству кода. Его основная задача это то, что, грубо говоря, от этого CPU пришло, оно вот дальше туда поехало. И оно, соответственно, легковесное, легкое и типа призвано работать лучше. Соответственно, вот такие новые шедулеры появились на этой штуке. Но очень важный момент для всего стека заключается в том, что bulk MQ он не смотрит в SD-драйвер. То есть у него нет такого вот очередного слоя конверсии, на который я жаловался, когда показывал, как раньше выглядела ее стек. То есть из bulk MQ все приходит в NVMe драйвер в таком виде, в котором ему нужно. Никто не пересчитывает блоки в цилиндры и так далее. И вот в этот момент возникло несколько интересных моментов, о которых следует упомянуть. И я на последних слайдах о них еще расскажу. Резко упала латенсия вот этого слоя в том числе. То есть сначала мы как бы представили, ну как бы появились SSD-шники, которые хорошо работают. Стало нужно перерабатывать вот этот слой. Как только мы перестали там конвертировать туда-сюда все эти вещи. Выяснилось, что у нас вот и в NVMe слой, и в bulk MQ есть свои бутылнеки, которые тоже надо оптимизировать. Сейчас мы о них немножко поговорим. Ну вот эта вот диаграмма, которую я вам сейчас показываю, она такая упрощенная, чтобы было только то, что нам нужно для этого доклада. Если кто интересуется, есть такой Томас Крен в Германии живет. У него есть постоянно обновляемая к актуальным ядрам диаграмма стека ввода-вывода Линукса. Посмотрите, в принципе, как бы если кто интересуется, там видно, кто над кем стоял и так далее. То есть какие взаимоотношения между какими драйверами, какие элеваторы являются частью какого слоя и так далее. Поскольку она регулярно обновляемая, это вообще такой хороший способ следить за тем, как эволюционирует ядро, что очень нужно на самом деле администратору баз данных и любому человеку, кто с базами работает. Хотя там есть, конечно, какие-то такие специфические вещи, то есть какая стрелочка куда идет, иногда показать очень сложно, потому что там сишные структуры, там нет квадратиков. То есть с квадратиками рисовать такие вещи довольно непросто. Давайте дальше немножко закопаемся в NVMe. Как я уже говорил, это такая спецификация стандарта, и в Linux она сейчас хорошо имплементирована. То есть в принципе Linux одна из таких движущих сил, как это сделать. Сейчас в продакшене третья версия, и в принципе вот этот драйвер, он по своей спецификации через себя может пропускать очень много. То есть третья, по-моему, в районе 20 гигабайт в секунду на один какой-нибудь SSD-шный блок. А соответственно современная пятая, у нее там вообще ничто ничем не ограничено. Через SD-драйвер, в принципе, у него нет ни интерфейсов, ни механизмов внутри, чтобы такую пропускную способность обеспечить. То есть в принципе вот эта вот спецификация, она существенно быстрее, чем все, что было до этого. Возникает вопрос, готовы ли к этому базы данных. То есть насколько базы данных вообще способны проживать такую нагрузку, потому что они тоже в принципе ориентированы. У них есть индексы в виде бы дерева и так далее. Они когда-то тоже писались под вращающиеся диски. И этот вопрос открытый, и на самом деле сейчас активно происходит взаимодействие. То есть вот если вы смотрели, недавно упал в постгресс пара коммитов про певрайт и тому подобные вещи в рассылке. То есть в принципе как бы разработчики там постгресса и мейскуэля, они взаимодействуют с разработчиками ядра, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы больше было этого взаимодействия. И, соответственно, базы данных потихоньку к этому тоже адаптируются. Важный момент, который был сделан в последнее время, ну как в последнее время, в последние полтора года, наверное, в NVMe добавили так называемый IO-полинг. Что это такое? Как я уже говорил, у нас была проблема, что у нас была очень высокая латенция SSD, а тут, соответственно, вращающихся дисков, а тут у нас появились SSD, которые гораздо быстрее. И возник некоторый косяк. Он возник в том, что у нас идет F-sync, начинает что-то писать. И на очень низком уровне, уже там глубоко в драйвере, отправляется реквест непосредственно в железку. Запиши. И механизм раньше был очень простой. Отправили и ждем, пока обработается прерывание. И в принципе, по сравнению с тем, что такое записать на вращающихся диск, подождать обработки прерывания, это было вообще никаких проблем. То есть настолько долго надо было ждать, что как только у нас запись закончилась, прерывание у нас тут сработало. В результате были вынуждены сделать механизм, поскольку SSD это делает очень быстро, как время от времени опрашивать, собственно говоря, железку, о том, произошла ли запись. То есть, в принципе, там до 50%, насколько я читал в первых версиях, было возрастание скорости ввода-вывода из-за того, что мы не ждем прерывания, а сами активно умеем спрашивать железку, собственно говоря, произошла запись или нет. Это называется IO-полинг. Он был в последних версиях представлен. В версии 4.12 появились вот эти IO-шедулеры, специально заточенные для работы с BulkMQ и NVMe, про которые я сказал, кибер и BFQ. И они уже официально в ядре, их можно использовать. Сейчас уже в пригодном для использования виде есть так называемый IO-теггинг. То есть это делается в основном производителями облаков и виртуалок, они контрибьютят в это дело. Но, грубо говоря, там ввод от определенного приложения можно затегать и дать ему какой-нибудь приоритет. Это вещь, которой пока не готовы базы данных, ну как бы следите за обновлениями. То есть очень скоро, я думаю, это будет мейнстримом. И много мелких вещей по улучшению Direct.io, но тут как бы сразу возникает вопрос, что, например, в Postgres Direct.io сейчас не поддерживается. Есть ряд проблем, которые мешают включить поддержку этих вещей. То есть сейчас это только для вала и только если у нас не включена репликация. Поскольку надо очень много кода, который у вас специфичен написать, то пока что все как-то с этим делом так воздерживаются. И несмотря на то, что Linus, например, очень сильно ругается на эту идею Direct.io и на то, как она сделана, но в принципе все базы данных туда идут. То есть сейчас там в Workly Direct.io активно используется, в MySQL тоже. В общем, на этом более-менее все. И если вы хотите задать какие-то вопросы, то задавайте. У нас есть какое-то время. Мне тут дали какую-то книжку. Не знаю, я все время на нее отвлекался, думал, не почитать ли. За лучший вопрос, каким-то образом определенный, будет вот эта книжка, говорят. Добрый день. Спасибо за доклад. У меня вопрос такой. В презентации несколько раз мелькали слова «хороший SSD», «современный SSD». Дело в том, что есть такое понятие, как «хороший серверный SSD». Есть характеристики дисков, отношение к перегреву, к вибрации и так далее. Все вот эти вещи. И в принципе десктопный SSD-шник дешевый, он этим всем не обладает, он просто может внезапно выйти из строя. Но главный признак хорошего SSD-шника это наличие конденсатора. То есть, грубо говоря, смысл в чем… Представляете, как крейт с батарейкой работает? То есть, есть кэш, запитанный батарейкой. Если умерло электричество, мы, соответственно, за счет этой батарейки держим в кэше данные, стартуем, они проваливаются на диск. В SSD-шниках есть похожий механизм, более интересный. Там есть конденсатор, который позволяет из временной памяти записать в постоянную, если пропало электричество. И он лучше батарейки, потому что он вечный практически, он живет дольше жесткого диска и нормально работает. Если вы возьмете какой-нибудь хороший Intel-овский 37 или какой-то там серии 36, какая сейчас актуальная, я не буду точно цифру говорить, то они всеми этими свойствами обладают. А если вы возьмете какой-нибудь дешевый Samsung для ноутбуков, я бы туда базу данных не ставил, потому что пропадет напряжение и все, привет. То есть, вам нужно тогда держать барьер на файловой системе, и это резко убьет всю производительность. Вот такое разделение. Дальше вопросов. Спасибо большое за доклад. Вы очень вкусно рассказываете про NVMe SSD. Мы, наверное, из тех людей, которые используем, можно сказать, десктопный SSD под BD, 860 Pro Samsung. К сожалению, как вы правильно заметили, параметр по глубине очереди для стандартных SATA SSD порядка 32, и для NVMe SSD порядка 64 тысяч. То есть, там никакое сравнение вообще не происходит. В общем, два вопроса. Я так понимаю, уже настало то время, когда можно отказаться полностью от SATA SSD, в том числе Enterprise, и полностью переехать на NVMe SSD. И, соответственно, такой второй вопрос. Если мы переходим на NVMe, то, соответственно, мы ядро используем не менее четвертой версии. Первый вопрос. Да. То есть, грубо говоря, я могу видеть какие-то резоны для каких-то систем с небольшой нагрузкой, с супертребованиями к надежности, где можно использовать SASы. А вот SATA, ну, это такой для серверов и баз данных, это мертворожденный стандарт на самом деле. Потому что, грубо говоря, это IDE по механике с более быстрым интерфейсом. То есть, у них с надежностью очень все плохо. То есть, от SASов, да, надо отказываться. От SATA надо отказываться. Что касается второго вопроса, да, четвертые ядра сильно лучше. Если вы используете в PCI-экспрессные вещи, то можно и на более ранних ядрах работать, потому что там уже это все включено, там нет опции других шедулеров. Там написано none, но на самом деле это был bulk MQ. Но, в принципе, как бы с 4, вот 10, 4, 12, 4, там дальше все гораздо вкуснее по скорости. Здравствуйте, Илья. Благодарю за этот доклад. Такой вопрос. Можете немножечко освещать тему про Postgres F-Sync Surprise? Чудесно. И как от него больше, точнее, как от него защититься? В смысле, как… Смотрите, там есть несколько задач. Три задачи. Я вкратце сейчас скажу, поскольку это долго, найдите меня на стенде, я вам расскажу подробнее. Первая задача – это настроить чекпоинты, чтобы они, грубо говоря, были реже, больше и в соответствии с тем, сколько вы можете там реально записать. Второй момент – это настроить background writer, чтобы он помогал чекпоинтеру, чтобы не было F-Sync'ов, постоянно крутящихся в системе. То есть у нас задача как редкие чекпоинты с большим количеством F-Sync'ов, распределенные между двумя чекпоинтами. Там 0,9 параметр ставить, этот самый… как он называется? В общем, расскажу на заскок. И третий момент – автовакуум. То есть автовакуум нужно оттюнить, чтобы не было лишнего паразитного ввода-вывода. А дальше уже возникает вопрос, куда там смотреть в Linux. И в некоторых случаях имеет смысл потюнить background duty в соответствии с тем, сколько у вас дисковая система пропускает и вот так и подобные вещи. Но это как бы… Это на еще один такой доклад, поэтому я вот бегло обозначу, в какую сторону смотреть, а дальше приходите, расскажем. Тут, тут. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Такой вопрос. Вот если использовать бикэш и базу данных поверх этого бикэша, ну вот получается такой кейс, то какой шедерлер лучше всего использовать? Я бы, честно говоря, не сказал, что это workload, что это такая как бы сетап, предназначенный для баз данных. Ну просто бывает, делается как бы хранение общего назначения, где и сайты крутятся, и база данных. Ну просто вот сделали одно решение на все сразу и туда запустили все контейнеры всех пользователей. И вот как это лучше настроить? Я бы сказал так. Я бы сказал, что имеет смысл попробовать на новых относительно ядрах сравнить bulk.mq с noop. И если будет разница, значит лучше использовать bulk.mq. А если нет, то noop. Ну не может так получиться, что когда оно будет упираться в HDD-шки, bulk.mq вдруг внезапно будет давать какие-то очень плохие результаты. А у вас какие диски под этим делом? Ну там HGST, ну как, там три, это с предыдущей работы, просто интересно. Там в качестве SSD-шек использовались Intel 3710. Ну то есть нормальные SSD-шки. Да, а в качестве HDD-шек HGST-шки я уже точно не скажу какие. Ну серверные, да. Типа если оно наедет на HDD-шник, то будет плохо. Ну просто это не… Моя мысль в том, что использование bulk.mq может добавить непредсказуемости. И когда оно будет работать с реальным HDD-шки, может поразить эффект знает что. И даже если на первых тестах покажется, что работает лучше, то является ли это целесообразным? Ну скажем так, если у вас там есть непонятные HDD-шки, то лучше конечно не рисковать. Еще лучше конечно от них там избавиться, но возможно да, в такой ситуации использовать noob будет безопасней. Ну хорошо, спасибо. 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 Спасибо.